Попытка номер три. На 13-й станции фонтана начали установку многострадального швакбаума и мафа, но тут же столкнулись с возмущением горожан. Ограничение проезда по дороге общего пользования, которое является данным спуском, допустимо только в том случае, если организован альтернативный проезд. Поэтому данная ситуация сама по себе уже под вопросом ее законности установки. Активисты попытались помешать строителям, попросили их показать разрешение на выполнение работ. Реакция вполне ожидаемая. Они отказались, начали прятаться, начали убегать, сразу рабочие начали останавливать свои работы. У строителей на месте не оказалось ни разрешения на нарушение объекта благоустройства, ни схема организации парковки, ни договора, ничего. Активисты тут же вызвали полицию. Копы связались с заказчиком. Они запретили ему перекрывать въезд на пляж и приказали показать все разрешительные документы. А пока работы приостановили. Отмечу, в прошлом году за въезд на пляж брали 50 гривен. В прошлом году опять стояла будка и когда каждый раз, когда приезжал на море, приходилось платить деньги. Но я считаю, что это абсолютно незаконно и насколько я знаю, эти деньги вообще не идут в бюджет города. В прошлом летом активисты несколько раз сносили скандальный шлагбаум. В июне прошлого года Приморский суд признал его незаконным и запретил брать одесситов деньги за въезд на пляж. Мы и дальше будем следить за ситуацией на 13-й станции фонтана. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.